Всем привет! С вами я, Анна Комарова, и вы на моем канале. Я свадебный стилист, который просто обожает делать свадебные прически и макияж. Этим занимаюсь я уже целых 15 лет, и начала, скажем так, свою трудовую деятельность я аж с 13 лет. Когда я училась в 10 классе, я закончила курсы свадебного стилиста и парикмахера-визажиста. И уже, учась в 11 классе, полностью целый год я работала в салоне красоты. И в день своего выпускного я весь день проработала в салоне, делала прически, макияжи. Наверное, 5 или 6 клиентов я сделала, и только после этого я пошла в школу на вручение аттестатов. Я всем желаю, кто, может быть, смотрит меня сейчас и думает, на кого пойти учиться или определиться, и вам нравится эта профессия, девочки, выбирайте эту профессию, потому что с помощью этой профессии можно зарабатывать нормальные деньги, можно развиваться, и ваша профессия всегда в ваших руках. В общем, я счастлива, что у меня именно эта профессия, хотя, конечно же, мыслей было много разных. Ну да ладно, сегодня у нас тема – это гладкие прически. Я бы сказала, быстрые гладкие прически, потому что гладкую прическу долго делать, но я не знаю, как. Потому что по большому счету там два пробора, два разделения, и вот тебе и валик. Но тем не менее, я покажу, как выполняю такие прически я. Смотрите, учитесь. Вот такой пучок мы с вами сегодня будем делать. Как я и обещала, по вашим многочисленным просьбам, мы будем работать с средней длиной волос, то есть до лопаток. А густота у нас стандартная, то есть волосы не очень густые, а вот именно такие, как, наверное, в основном всегда к нам приходят наши клиентки. Что мы делаем? Мы используем гофре Биюни. Так как волосы тонкие, я волосы гофрирую не только на корнях, но и прохожу практически вот четыре раза, где-то сантиметров 10 от корней. Я все гофрирую для того, чтобы у нас было больше волос. Собственно, цель только эта. После того, как я прогофрировала всю голову, я разделяю волосы на наши классические проборы. Резинкой делаю хвостик в затылочной зоне. Делаю достаточно туго и после этого начесываю полностью весь хвостик с помощью расчески щетки. Далее я немножечко его расчесываю и беру вот такой вот валик круглый. Это средний, то есть они бывают маленький, средний и большой. Вот это вот средний как раз таки. И просто подкалываю под хвостик. И вот таким вот образом беру и как бы вот окутываю весь вот этот валик. Не торопитесь сразу же его прикалывать. Вначале найдите форму, немножко хвостик с бризнетелаком. И потом делаем вот такой вот жгутик. И этот жгутик засовываем под валик. И там уже внутри фиксируем. В общем-то мы могли все волосы вообще убрать вот в один хвостик, завернуть и у нас получился бы вот такой совершенно элементарный пучок. Но я, конечно же, не могу остановиться на этом. Мне надо сделать нечто более красивое. Я скажу честно, совсем вот просто гладкие прически, вот когда вот все вот ровненько и гладенько, ну, как-то не очень люблю. Я люблю, когда все-таки в волосах присутствуют два элемента. То есть где-то гладко, а где-то живенько. Как мне кажется, в этом случае прическа смотрится гармоничной. Когда же прическа вся зализанная, вся идеальная, на мой взгляд, это больше напоминает прическу для бальных танцев. То есть там это да. Но для вечеринки, либо для свадьбы, как мне кажется, это не совсем актуально. И не совсем модно на данный момент. Но я заговорилась. Тем временем плойкой Биюни 25 мм я накрутила всю шляпную зону, разделив на три части с перекрутом. Далее всю затылочную зону я расчесываю, приглаживаю так, чтобы у меня было или прям вот очень ровно и гладко в этой зоне прядки. Сбрызгиваю лаком. Здесь можно использовать любой лак, сухой или жидкий, как вы больше привыкли работать. После этого еще раз расчесываю и по диагонали увожу эту линию. И закрепляю с обратной стороны своего пучка также под валик. Ну и внутри, конечно же, фиксирую невидимками. Напомню для тех, кто, может быть, смотрит в первый раз урок, шпильками я практически не работаю, потому что я считаю, что они ничего не держат. Как мне кажется, только с помощью невидимок можно сделать по-настоящему крепкие прически. И вторая затылка, ой, извините, височная зона у нас сейчас прорабатывается. Также я ее расчесываю. Немного лака. И опять расчесываю. Тут на ваше усмотрение. Можно уставить чуть более объемные височные зоны. Можно утянуть более плотно. Я люблю более объемные все-таки расставлять. И что мы делаем? Мы переходим к нашей шляпной зоне. Расчесываем накрученные пряди. И начинаем укладывать. Ну, тут вашу фантазию нужно просто включать. Как именно мы укладываем? Укладываю по своему пучку. Кто-то любит делать холодные волны. Кто-то просто выкладывает вот так, как оно ложится. Я сейчас буду делать буквально две волны по всему пучку. То есть много волн у меня не будет. Для того, чтобы прическа получилась такая очень сдержанная и элегантная. Кстати говоря, именно на эту прическу меня натолкнула одна свадьба. Я вот буквально только что вернулась из Нью-Йорка. Там я делала невесту. И там очень много, у меня было сопровождение, очень много было местных жительниц. То есть американок на свадьбе. И вот эта вот прическа, ну, у них просто хит. То есть практически все американки, то есть гости, вот с такой вот прической. Плюс еще какая-нибудь шляпка, либо ободочек сверху. И вот и все. Смотрится элегантно, сдержанно, дорого. И делается быстро. Что самое интересное. То есть это несколько отличается от тех причесок, которые я постоянно делаю и люблю делать. То есть долгие, сложные. Это вот буквально 15-20 минут. Элегантненько, красивенько. Ну, конечно, при условии того, что у вас есть уже определенный опыт и мастерство. Я вот помню, что когда я только начинала работать свадебным стилистом, ко мне пришла невеста и попросила вот эту прическу. Но это было лет, наверное, 15 назад. И я вот не понимала, как ее сделать. Я изрила весь интернет и как-то вот случайно наткнулась на вот это. Для меня, конечно, эта прическа кажется очень элементарной. Но я надеюсь, что кому-то она очень поможет. И вы повысите свое мастерство благодаря этому видеоуроку. И вот я начинаю доделывать зону челки. То есть я сделала, конечно же, гофре на зоне челки. Небольшой начес. И укладываю так же назад. И формирую вот такой вот единый пучок. В общем-то, наша прическа готова. Украшение. Без него, ну, никак. Просто-напросто очень аккуратненько я его вставляю. Вот. И после этого поправляю. Вы можете нанести немного блеска для волос. Вот здесь вот у меня последние уже идут. Приготовление перед уже финальным фотографированием своей прически. Вот такая вот у меня прическа. Собственно, блеск наношу. Блеск я использую шварцкоп. Мне очень нравится, как получилось. Это нечто для меня необычное. Потому что я все делаю в основном с кутряшками, с объемом. Тут вот так. Да, и я прям получила настоящее удовольствие в процессе вот исполнения этой прически. И важно, конечно, то, что она очень идет моей модели. Она очень подчеркивает линию скул, шеи, вот эту вот худощавость. Я бы сказала, что да, эта прическа больше идет худощавым, да, людям, вот, нежели более полным. Там все-таки немножко другой. И вот второй вариант, да. Вот такой вот ободок. И это уже совершенно смотрится по-другому. Ну что, вот такая вот гладкая прическа у нас с вами сегодня получилась. Я ее делала достаточно быстро. Это 15, может быть, 20 минут. Честно, честно. Это смотрится очень элегантно, женственно. В этом есть какой-то шарм. Мне нравятся вот такие вот сдержанные классические гладкие прически. Но, конечно же, такие прически подходят к идеальной внешности. То есть это должна быть идеальная кожа, глаза, форма, лица должна быть идеальной. Потому что, конечно, когда существуют какие-то погрешности, то нужно вот их кудряшками, там, объем как-то вот уже корректировать. Я надеюсь, что вам эта техника понравилась. Это классическая парикмахерская техника, в которой работают, наверное, просто тысячи мастеров. Мне было очень приятно сегодня рассказать вам об этой технике. Я вас всех очень люблю, я вас обнимаю, целую. До скорой встречи. Пока-пока.